Вера – ключ в отношении с Богом. Друзья, многие люди думают, как лучше построить отношение с Богом. Прежде всего, веруйте, веруйте Богу, доверяйте Ему, знайте Его, любите Его. Без веры угодить Богу невозможно. Так говорит Библия. И я хотел обратить внимание на две истории, две библейские истории, которые описаны в Евангелии от Луки. Вы знаете прекрасно этих людей. И в первой главе Луки описывается о Елизавете и Захарии. Это была старая пара, муж и жена, которые ожидали очень долгое время детей, и не было детей у них. Интересная ситуация. Захария находится на служении, находится в храме, находится около жертвенника к идильному. И видит Божьего ангела. Я себе представляю эту картину и думаю, ну вот если бы я был там, или вы, если бы были там. Вот вы стоите около жертвенника, И ангел появляется там, где он не может, ну как бы неестественно. Это не то, что каждый день ангела видишь. Захарий увидел, смутился и страх напал на него. Ангел говорит, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя. То есть Захарий молился, молился, чтобы был ребенок. Ему очень хотелось. Это, наверное, было уже на протяжении многих и многих и многих лет. И вот услышана молитва. Ангел описывает, кто родится. То есть не надо было делать ультрасаунд. Ангел знал, что это будет сын. Он сказал, как нужно назвать его. Он сказал, какой результат будет рождение этого сына. Будет тебе радость, веселье, и многие рождения возрадуются. Будет велик пред Господа, Духа Святого, исполнится еще чрево Матери Своей. То есть это будет особенный человек. Многих из сынов Израилев обратит Господу Богу их. Придет пред Ним, то есть пред Иеговой, в духе и силе Ильи. Чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривый образ мыслей праведников. Чтобы представить Господу народ приготовленный. Он приготовлял народ до происшествия Иисуса Христа. То есть он приготовлял их особенным образом. И вот смотрите. Захария услышал это с уст ангела. Какая реакция Захария? И сказал Захарий ангелу. Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Ангел говорит свое имя. Я говорил, предстоящий пред Богом. И послан говорить с тобой, благовестить тебе это. И вот ты будешь молчать. Не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется. за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Друзья, человек, который много лет служил Богу. Человек, который много времени молился. Встречает ангела. И результат этой встречи он не верит ангелу. Он говорит, а почему я это узнаю? Хотя он знал, что Сара родила в очень старом возрасте. Авраам стал отцом в очень старом возрасте. То есть в Библии есть примеры такие, яркие примеры того, как Бог отвечал. И здесь Бог обещает то, что уже происходило. То, что было раньше в истории. Но Захарий не поверил. Другая же ситуация. Тот же самый ангел приходит через полгода. Приходит к деве. К девушке, которая еще даже замужем не была. Она только обручена была. К Марии. И смотрите обещание, которое он говорит. Вот зачнешь в очреве и родишь сына. И назовешь ему имя Иисус. Тоже он говорит, что это будет сын. Что его назовешь Иисус. Он будет велик. Назовется сыном Всевышнего. Даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. Будет царствовать на доме Иакова вовеки. И царству его не будет конца. То есть это такое обещание. Представьте, вечный царь. Царь вечности. Так о нем пророк Исаия говорил и другие. Описывает. И вот смотрите дальше. Она спрашивает, как я узнаю, как это будет. Я даже, я еще... Она понимает, что она девушка. Ангел говорит ей, Дух Святой найдет на тебя. И сила Всевышнего осенит тебя. То есть Дух Святой, личность Духа Святого находит на Марию. И Божья сила, она как тенью проходит по Марии. В то время, когда Дух Святой находит на Марию. И поэтому рождаемая Святой, она зовется Сыном Божьим. И вот Елизавета, родственница той, называемой неплодной, она зачала Сына в старости Святой уже шестой месяц. Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, вот раба Господня, да будет мне по слову Твоему. И отошел от нее ангел Господень. И вот смотрите, какая у нее реакция. Я раба Господня, да будет мне по слову Твоему. Девушка, у которой не было отношений, интимных отношений с мужчиной, никогда она готова и верит, что она забеременеет от того, что Дух Святой найдет на нее, и сила Всевышнего как тенью пройдет по ней. Она поверила этим словам. Мужчина, служитель, который служил долгое время в храме, не поверил словам, не поверил обещанию, хотя там естественный процесс, он мужчина, жена, женщина, то есть там естественно, и он не мог поверить. Здесь у Марии это неестественно, это один ас в истории всего человечества, когда Дух Святой посещает девушку, и она становится беременной и рождает Сына Божьего. И когда была встреча, позже описывается эта встреча с Елизаветой, Елизавета говорит Марии, блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. Она говорит, ты счастлива, потому что ты уверовала. Друзья, счастье тем людям, которые верят Божьему Слову. И это счастье, оно заключается в том, что они получают Божье спасение верой. Ибо так Бог возлюбил мир, что дал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Друзья, веруйте в Писание, веруйте Богу, веруйте Его обещаниям, веруйте, что Он силен сделать, веруйте, что у Него никакое Слово не остается бессильным, веруйте Ему, и в этом будет огромное благословение и спасение вашим жизням и вашим душам. Благослови Господь каждого. Аминь. Благослови Господь. Продолжение следует...